В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте! Вот главные темы выпуска. Семинар профсоюзных организаций прошел в музее-заповеднике Горки Ленинские. Это, по сути дела, и обучение, и в то же время решение целого ряда вопросов. Быстро и централизованно добраться в Видновский центр дистанциализации можно на специальном автобусе. В газете прочитала, что у дистанциализации. Пошел к врачу, сказали, все объяснили. Берегите животных. С приходом тепла начинается сезон клещей. В случае, если обнаружили клеща, его надо обязательно снять, вместо укуса клеща обработать. В конференц-зале музея-заповедника Горки Ленинские прошел зональный семинар территориальных организаций профсоюзов. Главной темой стало социальное партнерство. Докладчиков послушала и наша съемочная группа. В Московской области в настоящий момент действует более 40 территориальных организаций, в которых около 600 первичных профсоюзных объединений. Одномоментно собрать такое количество представителей трудовых коллективов проблематично, поэтому каждый год проводятся зональные семинары. Вот у нас определено 4 региона, с которыми мы встречаемся и решаем, на какую тему будет семинар, чтобы можно было встретиться, поговорить, услышать от них то, что нужно, дать какие-то свои предложения. Это, по сути дела, и обучение, и в то же время решение целого ряда вопросов. Социальное партнерство – такой стала тема встречи, которая прошла в музей-заповеднике Горки Ленинский. В нынешнем зональном семинаре приняли участие представители 8 близлежащих городских округов. Открыло мероприятие заместитель главы администрации Ленинского округа Татьяна Квасникова. Команда профсоюзов, которая вливается совершенно незаметно во все другие истории активистов, будь то волонтерское движение, будь то движение, которое создано под рычагом административного влияния, вот совершенно неважно. И самое главное, что это люди, которые могут и делают. Вопросы охраны труда и внутреннего распорядка, поощрение работников и организации их досуга, составление коллективных договоров и выполнение их условий – спектр вопросов, которые обсуждались на семинаре, был весьма широк. Выделение денег на спортивно-массовую работу, да? Светлана Владимировна, вы могли бы прояснить, как вы этого добились? Начала работать непосредственно с председателем первичной профсоюзной организации, а та, в свою очередь, с нашими финансовыми органами. И такая строчка о выделении средств на культурно-массовую работу в коллективном договоре первичной профсоюзной организации администрации была записана. Солидное представительство на семинаре было от Ленинского округа, ведь у нас 25 первичных организаций, объединяет более 1600 человек, и у них тоже есть немало вопросов, требующих обсуждения. Пенсионная реформа. Очень много вопросов к этому, чтобы была оплата работающим пенсионям, какая-то индексация шла. Потом сейчас вопрос стоит у нас, начинается у нас летняя компания, здоровительная. Мы не знаем, как будет ли это детский кэшбэк. Еще нет вопросов, будет ли сумма за оплаченную путевку возвращаться и сколько. Главную задачу назвал наш президент Владимир Владимирович Путин, потому что задача номер один для государства – это повышение, конечно, зарплаты. Встреча прошла в двух форматах. В первой части докладчики рассказали о ряде нововведений в законах, касающихся деятельности профсоюзов. Во второй – участники смогли задать свои вопросы специалистам. Максим Козлов, Александр Логинов, Гульнара Баллаева. Видное ТВ. Более 30 жителей поселка Володарского и села Молоково централизованно прошли первый этап диспансеризации в недавно открывшемся отделении профилактики здоровья Подмосковью в Видном. На обследование их привезли на комфортабельном автобусе. После осмотра и необходимых процедур он же доставил их обратно. Тему продолжит Екатерина Борисова. Центр профилактики здоровья Подмосковью на территории Видновской районной клинической больницы открылся менее месяца назад. За это время его успели посетить более 500 пациентов. Жители поселка Володарского и села Молоково также смогли оценить работу учреждения и без очередей пройти ежегодное обследование. В день диспансеризации их в сопровождении медика привезли на автобусе прямо к павильону. У нас присутствует и фельдшер, акушер-гинеколог, забор анализа крови, кардиограмма, флюорографии, маммографии. То есть объем, который входит в рамки первого этапа диспансеризации, жители пройдут сейчас и потом их организованно отвезут назад. В списке желающих пройти обследование составляли сельские амбулатории. Татьяна Кулагина приехала на диспансеризацию из поселка Володарского. В газете прочитала, что будет диспансеризация. Пошла к врачу, сказали, все объяснили, что будет автобус тогда, тогда ты ехать, все хорошо. Очень хорошо, все организовано. И вот так, чтобы толпы, я не вижу, что приходишь, круиздали и дальше пошли. В этот день диспансеризацию прошли 32 жителя поселка Володарского и села Молоково. Каждому из них дали маршрутный лист, где расписана последовательность обследований и номера кабинетов. Смотровой, девятый, терапевт, одиннадцатый кабинет. Результаты обследований через несколько дней поступят к лечащим врачам жителей в амбулатории. В случае выявления отклонений в показателях, пациентов будут приглашать пройти второй этап диспансеризации и расширенную диагностику здоровья. В дальнейшем такие выездные диспансеризации из разных населенных пунктов муниципалитета планируется проводить каждую среду. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Сотрудниками полиции Ленинского округа задержан рецидивист со стажем. Преступник крал велосипеды и электросамокаты. О разыскных мероприятиях и о том, что грозит злоумышленнику, узнаем у Юлии Пагасьян. Видновщане чувствуют себя в безопасности. Только так можно объяснить факт того, что жители оставляют средства индивидуального передвижения без присмотра и без специальных креплений. Беспечностью воспользовался 45-летний Александр, который присвоил себе 10 транспортных средств. Мужчина проникал в подъезды многоэтажек и похищал велосипеды и электросамокаты. А куда вы в дальнейшем берете велосипеды? Отвозил на станцию Галинова, продавал. Кражи продолжались с февраля по март. За это время злоумышленник похитил велосипедов и самокатов на сумму более 180 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска Видновского отдела полиции установили личность подозреваемого и на одной из улиц города его задержали. Вы ранее судимы? Да, судим. По какой статье? Статья 158, часть 2. А вы один раз судимы или несколько раз? Несколько раз. А это кражи, да? Кража, да. А что вы украли ранее? Велосипеды. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Сотрудники полиции устанавливают его причастность к аналогичным преступлениям на территории Ленинского городского округа. Юлия Погосян, Ольга Садовская. Видно этого. Весной, как только на улице устанавливается плюсовая температура, активизируются одни из самых опасных представителей класса паукообразных – клещи. В зоне риска во время прогулки оказываются домашние питомцы. Ветеринары советуют владельцам собак принять профилактические меры. Подробности в сюжете Натальи Буслаевой. Первый сезон размножения насекомых – это апрель-май. Информацию по профилактике весенний период ветеринар Артур Клопов дает всем хозяевам четвероногих пациентов. Ведь сезон охоты у клещей начинается, когда теплая погода держится больше недели. Земля прогревается, и опасные животные после долгой зимы становятся особенно агрессивными. Защитить от нападений и последствий кровососущих помогут специальные лекарственные средства. Много лекарственных препаратов, которые эффективные – это спреи, это какие-то капли, существуют сейчас таблетки. Если краткошерстные, длинношерстные, то таблетки эффективнее. Александр Соколов, владелец трехлетней овчарки по кличке Бонд, рассказывает, что обработка защитными спреями – обязательная процедура для его питомца весной и осенью. Он живет у меня в своем доме, в частном секторе, регулярно, два раза в год обработка происходит у него. Вот это весной, апрель-май и осенью, август-сентябрь. Для кошек клещи не представляют особой угрозы. Эти животные, благодаря некоторым природным особенностям, не подвержены инфицированию от кровососущего. Но для собак укус клеща может вызвать тяжелые заболевания. В случае, если обнаружили клеща, его надо обязательно снять, вместо укуса клеща обработать и наблюдать за животным в течение двух-трех дней. Если у животного появились симптомы, он становится вялым, грустным, повышение температуры. То есть это не то, что нос, уши потрогали, что они холодные, это не показатель. Надо именно ректально измерить температуру, может быть понос, рвота с примесью желчи, то есть изменение самочувствия собаки, то сразу надо обращаться к врачу. Ветеринары советуют после каждой прогулки осматривать своих питомцев на наличие непрошенных гостей и не пренебрегать средствами защиты от клещей вплоть до середины осени. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok